Залы игровых автоматов, подпольное казино или попросту игровухи. Несмотря на запрет на игровой бизнес в Украине, в Харькове такие заведения работают на каждом шагу. Попасть в такой салон проще простого. Двери всегда открыты. Харьковские правоохранители признаются о проблеме подпольных казино, знают и всячески стараются ее решить. Мы знаем эту проблематику. На сегодняшний день проведена огромная работа. Было возбуждено ряд криминальных проважений. Большому сожалению, половина из них я не делаю никакой тайны. Они были прекращены. Загвоздка, по словам главного милиционера, в том, что на салонах нет вывесок, мол, сложно найти. Мы решили помочь доблестным правоохранителям и пройтись по игровым салонам, которые, как на наш взгляд, найти проще простого. Изначально мы решили посетить тот, который буквально две недели назад был рассекречен. Группа журналистов во главе с прокуратурой накрыла игровой салон на полтавском шляхе. В присутствии прессы игровые салоны опечатали, а сам салон закрыли. Спустя две недели. Добрый день. Работаете, да? Ну, как бы, да. А, поняла. А вы администратор? А что вы хотели? Хотел узнать, работаете вы или нет. Ну, вы не видите. Уже вижу. Спасибо. Как выяснится, деятельность салона прекращена только на бумаге. В реальной же жизни он как работал, так и работает. Правда, после посещения салона съемочной группы игровой зал вновь закрыли. Правда, не милиционеры, а охранники заведения. А что такое? Вы уже не работаете? Да, закрыты? Никогда не работали? О том, что игровой салон работал и продолжает свою деятельность, и поныне, говорят, и жители района Холодная гора. Не, ну, мы догадывались. Мы сегодня приехали, заклеено, скорее всего, автомат. Заклеено это куда? Признат? Ну, обычно, да. Если заклеено, там, лотерея какая-то или еще что-то, значит, автомат. Ну, наблюдал, да, вижу, что здесь игровые автоматы. Вот только что пять минут назад картину смотрел, как дедушка заходил с нормальным прессом, денюшек. То есть, в годах такой, лет под 70. Ну вот. Я считаю, что это зависимость. Я не обращал внимания, когда он вышел, может, еще там. Узнать, как так вышло и почему салон вновь работает, журналисты решили у главного милиционера Харьковщины Олега Демченко при первом же удобном случае, предварительно рассказав ему историю закрытия зала. Я не готов сказать, за какой факт вы на сегодняшний день говорите. Поэтому, та информация, которая есть, вы давай предоставите информацию, я вам дам разумительные ответы, проведем проверку, и вы получите разумительные ответы, что сделано по каждому конкретному факту. Я не могу на сегодняшний день ответить, потому что сотрудников очень много, 11 тысяч. И за каждым условием, какая информация, кому поступало в каждое подразделение, я не готов сегодня ответить на данный вопрос. Но не работают до сих пор. Я говорю, я готов на сегодняшний день. Предоставите информацию, она будет проверена, если она имеет подтверждение, будут приняты меры соответствующие. По просьбе Олега Демченко мы направили ему официальный запрос с указанным адресом данного игрового салона. Ответ планируем получить в течение пятидневного срока.